Продолжение следует... Сегодня активно идут деловые встречи, и на полях форума подписывается ряд важных соглашений. Так, один из ведущих институтов развития, ВЭБ, РФ, группа ВТБ и компания «Русская платина» планируют финансировать разработку черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Совокупные инвестиции в этот масштабный проект должны составить 570 миллиардов рублей. При этом будет использован механизм фабрики проектного финансирования, который позволит снизить рыночные риски. Отмечу, что в рамках такого механизма уже реализуются 16 проектов с общим объёмом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей. Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с самым переходом через Волгу. Компания ДСК «Автобан» и Евразийский банк развития инвестируют в этот проект порядка 120 миллиардов рублей. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европы-Западной Китая. Ещё одно значимое соглашение подписывается между правительством Тульской области и компанией Черкизова. Речь идёт о создании мясопереработающего кластера на территории, опережающего социально-экономическое развитие Ефремов. Общая сумма вложений составит 50 миллиардов рублей. И, конечно, мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым. На полях форума подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на Крымском полуострове. Назову только два из них. Одно между правительством Республики Крым и компанией «Семейные курорты» о строительстве нового курортного комплекса, в который будет вложено, во всяком случае планируется, 14 миллиардов рублей. И второе между правительством Республики Крым и компанией «Агрокомплекс» имени Николая Ивановича Ткачёва о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса. Общий объём инвестиций здесь порядка 16 миллиардов рублей. Реализация этих проектов обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объёма выпуска востребованных товаров и услуг, будет создавать современные рабочие места, серьёзно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную. В свою очередь государство готово оказать подобным проектам необходимую поддержку, в том числе за счёт создания комфортной регуляторной среды. Рассчитываю, что реализация сегодняшних соглашений станет примером эффективной совместной работы органов власти, государственных и частных компаний. Уважаемые коллеги, друзья, я искренне желаю вам успехов. Давайте перейдём к подписанию документов. Пожалуйста. Президент, председатель правления банка ВТБ Костин Андрей Леонидович, председатель государственной корпорации развития ВПРФ Шувалов Игорь Иванович, председатель совета директоров ООО «Русская платина» Бажаев Муса Юсупович подписывают меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения. АПЛОДИСМЕНТЫ В границах городского округа САКИ, Республики Крым. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Глава Республики Крым. Аксёнов Сергей Валерьевич. Председатель совета директоров ООО «Агрокомплекс» имени Николая Ивановича Ткачёва, Ткачёв Александр Николаевич, подписывают соглашение о совместной реализации проекта строительства первого тематического парка развлечений «Ялтапарк» и курортно-гостиничного комплекса в районе города Ялта. АПЛОДИСМЕНТЫ Генеральный директор ООО «ДСК Автобан» Андреев Алексей Владимирович. Председатель правления Евразийского банка развития Подгузов Николай Радеевич. Подписывают соглашение о совместной реализации проекта строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Губернатор Тульской области Дюмин Алексей Геннадьевич. Генеральный директор группы Черкизова Михайлов Сергей Игоревич. Заместитель председателя правления Газпромбанка Матвеев Алексей Анатольевич. Подписывают соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, Газпромбанком и публичным акционерным обществом группа Черкизова. Дамы и господа, церемония подписания документов завершена. Уважаемые друзья, коллеги, конечно, Петербургский международный экономический форум только начал свою работу. Это первые шаги в рамках этого крупного мероприятия. Но уверен, что деловых контактов, переговоров с выходом на подписание документов, при подписании которых мы присутствуем сегодня, будет значительно больше. Но хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе и связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я об этом скажу ещё завтра на форуме. Но вы знаете, это лучше, чем кто-либо. Вы чувствуете это всё в ходе практической работы, в ежедневном режиме. Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались. Я и завтра ещё об этом скажу, но уже сейчас при подписании документов сегодня хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации, но без всяких сомнений, имея в виду вот тот задел, свидетелями которыми мы с вами сегодня являемся, а вы являетесь непосредственными участниками этого процесса, мы выйдем на новые рубежи. Вот у меня в этом нет никакого сомнения. И правительство Российской Федерации делало и будет делать всё для того, чтобы вас поддержать. Хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое. До завтра. Продолжение следует...